Десногорска В нацпроекте формирования комфортной городской среды Десногорск участвует уже третий год. За это время многие городские площадки преобразились как внешне, так и функционально, и останавливаться на достигнутом пока не время. На сегодняшний день количество благоустраиваемых объектов непрерывно растет. Сейчас ремонтные работы проводятся сразу в нескольких микрорайонах города – в первом, четвертом и шестом. Это прилегающие к многоквартирным домам территории и объекты досугового назначения. Кроме внешнего преображения, благодаря которому Десногорск выглядит современнее, строительство на придомовых зонах решает сразу несколько злободневных проблем. Это организация досуговых зон для детей и, конечно, расширение парковочных мест. Такие изменения, к примеру, затронули придомовую зону дома номер семь в первом микрорайоне. Здесь проводятся работы по установке бордюров, укладке ассортобетонного покрытия, расширение парковки, устройство малых архитектурных порт. Работы проводятся у нас в Ростовской ДСУ. Сроков срыва мы здесь пока на объекте не наблюдаем. Надеюсь, что все у нас закончится в рамках договорных отношений в соответствии с контрактом. Такие же работы проходят в районе 14-го дома. В ближайшее время здесь проложат дорожки для прогулок и оформят цветочные клумбы. В рамках этого же проекта преобразился и двор 178-го дома в 6-м микрорайоне. Здесь уже положен новый асфальт, установлены лавочки, урны и детский игровой комплекс. Все изменения обусловлены практической необходимостью и исходят в первую очередь от жителей микрорайона. Именно они решают, каким должен быть их двор для приятного отдыха и комфортного проживания. В планах властей включить в нацпроект еще две территории. Дом номер 15 во 2-м микрорайоне и дом номер 43 в 4-м микрорайоне. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Герафеев, Десна ТВ. В разгар летнего отдыха Десногорское водохранилище наполняется рыбаками и любителями водных прогулок. Многие так увлекаются отдыхом, что забывают об опасностях, которые поджидает их на открытой воде. На страже безопасности отдыхающих – патрульная группа сотрудников ГИМС. 25 июня на водохранилище Десногорска была проведена очередная плановая проверка со соблюдением правил пользования маломерными судами. В водных рейдах приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители администрации города и государственной инспекции по маломерным судам. Члены проверяющей группы акцентировали внимание отдыхающих на изменениях в правилах эксплуатации водных транспортных средств, которые вступили в силу 1 января 2021 года. Согласно новым поправкам, количество спасательных жилетов теперь должно соответствовать количеству человек на борту. И самое важное – спасательные средства должны быть надеты и надежно застегнуты, а не просто лежать рядом. Отсутствие спасательных жилетов – болезнь большинства отдыхающих. Многие выходят на воду, пренебрегая правилами безопасности, игнорируют жилеты и другие меры предосторожности. На особым положении в изменённом законе – жизнь детей. Теперь перевозка на маломерном судне ребёнка до 7 лет без сопровождения взрослого помимо водителя – это тоже нарушение закона. «Мы нарушили губернаторскую статью по безопасности на водах Смоленской области». «Виноват, признаю. Моя вина. Признаю». Прогулки на лодках и катерах – действенный способ избавиться от летней жары. Поэтому ежедневно на водохранилище выезжают десятки человек. Регулярный контроль за безопасностью – единственный способ сократить количество несчастных случаев на воде. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 29 июня в Десногорске переменная облачность, возможны дожди с грозами. Днём температура воздуха плюс 24, ночью плюс 17. На сегодня выпуск завершён. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова